Всем привет, всем доброе время суток, кто уже подключается на инстаграме, на фейсбуке, кто уже собрался в нашем колхозе на зуме. Если вы в полном шоке и недоумении от того, куда вы попали, то хочу вас обрадовать, а можете расстроить, вы попали на ежедневный урок по законам благословений, которым мы начали с начала карантина. Карантин – это не мое дело, закончился или нет, но Тора продолжается. Мы учимся по этой замечательной книжке Желхана Рока Кацар, где весь второй ее том посвящен законам благословений. Есть большое количество записей, конечно же, не 105, а сегодня у нас, если не ошибаюсь, 105-й урок по законам благословений, они на моем канале YouTube, можно посмотреть, наверное, стать упущенной, и постепенно будем выкладывать дальше. Единственное, что я прошу прощения, кто все время просит новых-новых-новых-новых записей, это занимает время, поэтому не так оперативно это происходит. Но давайте вернемся к нашим баранам, и мы с вами сейчас находимся на самом деле в конце, в общем-то, целого раздела, нам уже не так много осталось, законов, которые относятся к разделу благословений, благословений, брахот на Элим, благословений на получение удовольствия, которые, в свою очередь, делятся на три группы. Это благословения на еду, питье и на запахи. Еду и питье мы практически полностью обсудили, и каждый раз выходим голодные с этого урока, по крайней мере, я, потому что это все делается еще до завтрака, просто не успеваешь в 6 утра, когда я обычно встаю. И сейчас пришло то время, когда уже давно надо было покушать, потому что мы с вами занимаемся разделом, который посвящен благословению после еды, напоминая, что единственное как таковое благословение, которое является заповедью истории, без каких-либо там но, исключений и так далее, которое является прямой заповедью истории, это благословение после еды. Беркат Амазон является выполнением заповедей истории. Мы на прошлом уроке с вами закончили очень интересный раздел, по крайней мере, мне было интересно, о правилах поведения за столом, правилах этикета, что связано со здоровьем и так далее, и просто уважение к заповедю, потому что кушать, это сам факт того, что нужно покушать, является частью заповедей благословения после еды, потому что заповедь звучит, ты будешь кушать, насыщешься и благословишься. Соответственно, недостаточно благословлять, это не вопрос литургии, а для того, чтобы выполнить эту заповедь, нужно, а, покушать, б, насытиться, а потом только благословить. Соответственно, сам прием пищи является выполнением заповеди, и поэтому есть много правил о том, как нужно вести себя за столом. Одно из правил, которое мы детально обсудим сейчас, это то, что нужно мыть руки после еды. Да-да, не только до еды, и не только гигиенически или ритуально, что и то, не то, и то, и то необходимо для того, чтобы начать трапезу, но, как мы с вами чуть-чуть коснулись этого момента, необходимо мыть руки и после еды тоже. Это называется маймахарунин, последнее, в дословном переводе, последнее, закрывающаяся вода. Мы с вами говорили, что вообще-то есть три омовения рук, упоминающиеся у наших мудрецов. Это омовение рук до начала трапезы. Я сейчас говорю именно о ритуальном омовении рук, о котором все практикуют и знают, о чем у тебя эта речь. Мы посвятили этому целую главу вскользь. Мы сейчас упомянули майм инцейн на прошлом уроке, на прошлом или позапрошлом, я уже точно не помню, но идет речь о том, что была традиция, сегодня она не соблюдается в первую очередь, потому что мы кушаем в основном не руками, а ножом и вилкой, или хотя бы ложкой, если котлету держим в правой руке, то была раньше традиция мыть руки между каждым блюдом, по гигиеническим соображениям, по ритуальным соображениям и так далее. И есть третья вода, это вода, которая мывает руки после окончания трапезы, майма-харонин, которая в данном случае является обязанностью. Мы коснулись этого момента не то чтобы вскользь, даже уделили этому внимание, но сейчас мы обсудим как таковы законы. Но давайте сразу обсудим, зачем мыть руки после еды. Опять же, две основные причины – это гигиена, что и является частью заповеди охраны здоровья. Человек должен, это заповедь, принимаясь в сторону, заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни. И второе – это ритуальный момент. И то является абсолютно легитимной причиной, почему это нужно будет. Интересный момент о том, это признается в Вавилонском Талмуде, в разделе «Брохос», что вообще весь процесс, вот эта вот вся процедура принятия пищи, начиная с омовения рук до того, включая благословение после еды, после того и так далее, вода, которой мы пользуемся, это все укладывается в одном предложении, что определяет именно ритуальный аспект освобождения от какой-то нечистоты, которая передается жидкость у нас на руках, в ритуальный аспект, в омовении рук. Так вот, вы знаете, в главах души, где постоянно говорится, что будьте святы, так как свят я, есть предложение, если не ошибаюсь, перекют, алеп, книги Ваикра, 11-й перекютниги Ваикра и 44-е предложение, которое звучит в следующем образе. Киа-ния шэм-элоке-хэм, вейд-кадаш, 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 я Всевышний Бог вас, освящающий вас, и будьте святы, так как свят я. Не хочу сейчас вдаваться этимологию слова к душим, душим не имеется в виду святой с нимбом там и так далее, а имеется в виду предназначенное, но часто повторяется в той особенности в книге Ваикра «Будьте святы, так как свят я». Вот вавилонский талмуд в разделе «броход» разбирает это предложение в следующем образе. Вейд-кадаш, и освящайтесь, идет речь о мытье рук до начала еды. «Метилат ядань», которую мы делаем. «Боидым к душим», говорит талмуд, «и будьте святы». Имеется в виду вода после трапезы, Майма Харунима, которую мы с вами сегодня начинаем мучить. Дальше кикадош, так как я свят, или просто так как свят, в данном случае талмуд объясняет, что это масло. А я напоминаю, что мы говорили с вами об этом, что часто именно из-за того, что кушали руками, жаркий климат, и чтобы плохо не пахло, добавляли благовонное масло в воду, которой мыли руки после еды, или просто смазывали руки маслом, как кремом, для того, чтобы сохранить кожу после еды, опять же, за жирной еды, и опять же, чтобы плохо не пахло, это вот так как свят, это вот это масло, которым мы втирали руки, а не «Ашем лу кихем», я Всевышний Бог ваш, это само по себе благословение после еды. Соответственно, весь аспект святости и ритуального процесса, он укладывается в процедуру принятия пищи в иудаизме, моем руки до того, освещаемся, моем руки после того, освещаемся, вытираем руки, чтобы плохо не пахло и кожа не портилась, это святость Всевышнего, и почему мы все это делаем, потому что Всевышний Бог наш и само по себе благословение после еды, которое звучит «Баруха, дальше на лу кейну, мэлэхо, лам, как все благословения звучат, благословение Всевышнего, Бог наш, Владыка Вселенной», этот мы подтверждаем, что он был. Это ритуальный аспект. Другой аспект, почему принято мыть руки, это очень интересно, я даже не знаю гигиенический, я, честно говоря, искал сейчас, когда готовился к уроку, столкнул, ну, как бы, просто решил более глубоко копнуть этот момент, кроме как законодательства, но есть момент, аспект здоровья, почему мы моем руки после еды. Зачем делали то, из-за чего мы моем руки, я не знаю, если кто-то найдет объяснение, может быть, в современном какой-то культурологии или иммунологии или диетологии это есть, но было принято раньше, по крайней мере, во времена Талмуда, после окончания трапезы руки окунали в соль. Может быть, это был какой-то антисептик или что-то такое, называется там мелокс домит, очевидно, почему называется мелокс домит, дом, сегодня это не существует, но в Торе мы знаем, что на месте с дома находится сегодня мертвое море, которое очень-очень соленое, и в основном вся соль, которая есть в Израиле, добывается именно оттуда, это элементарно, ее там зашибись, просто можете прийти, отломать кусочек соли прямо со дна мертвого моря и взять себе, потом посолить свои помидоры, будет эффект абсолютно такой же. Может быть, где было какого-то антисептика после еды, что была традиция окунать руки в соль после окончания трапезы. Теперь, также говорит Талмуд, что эта соль, она очень вредна, для глаза. Если кто-то из вас был на мертвом море, то вы знаете, что в мертвом море ни кролям, ни брасам не плавают и скубодайвингом не занимаются, потому что глаз там будет большая буба, если туда попадет соль, попадет вода из мертвого моря, и не буду для тех, кто в курсе, недавно, как раз у меня дома на шабаде обсуждали, рассказывать историю про Арктик, но вавилонский Талмуд говорит, что эта соль очень вредна для глаз, очевидно, слизистая, она разъедает и так далее. И поэтому вторая, а может быть и первая причина, почему установили традицию мыть руки после трапезы, это для того, чтобы смыть эту соль, мелокс домит, это соль с мертвого моря, хотя это касается любой соли, хотя я сразу хочу сказать, в разных странах соль, вкус имеет совершенно разный, даже разный бренд, который вы возьмете, он будет иметь разную силу соли, и действительно в Израиле соль, она очень-очень крепкая, я помню, когда мы жили еще в Израиле, и моя тетя приехала к нам в гости, она любит все соленое, она посолила израильской солью и потом не могла это взять в рот, потому что соль очень-очень крепкая, если так можно сказать, для того, чтобы потом мы не лезли этими глазами, руками, глаза, после того, окунули в соль, принято перед началом благословения после еды помыть руки, то бишь, просто смыть эту соль, которая осталась у нас на руках. Если кто-то найдет объяснение, почему было принято окунать руки в соль после окончания еды, соответственно, перед омовением рук на благословение после еды, буду очень рад, я предполагаю, что никаких первоисточников не нашел, но предполагаю, что это причина именно какой-то дезинфекции рук после того, как вы ели руками, когда раньше было принято кушать руками. Ну, после исторического такого экскурса, я думаю, что мы можем вернуться к самому законодательству. Итак, что же, на самом деле, года не так много, это очень короткая глава, что же мы делаем с омовением рук после благословения после еды. После трапезы, перед благословением после еды. Лифне беркат амазон, но тлин, это я даю мемайма форанин. Перед, просто простой закон, перед благословением после еды, мы моем руки, которые называются последняя вода. В Лифнейхен, но перед тем, как мы моем руки, принято говорить несколько псалмов, точнее, два псалма, еще пару предложений. Сейчас я покажу, как это написано в Сидуре, потом говорит специальное предложение перед тем, как омывают как таковые руки, а в день, когда не читают молитвы покаяния, в праздничные дни, омрим шерамалос, у Лифнейхора говорят тоже псалмы, они чуть покороче, другие псалмы, все знают шерамалос, все любят петь, у нас синагоги поют на древний еврейский мотив Катюши, вместо этого другого псалма, который говорят в будние дни, которые на бавилонских реках сидели и плакали, которые поют на древний еврейский мотив Бонни Эм. А после того, как помыли руки после еды, говорят еще одно предложение. Давайте, чтобы не быть голословным, возвращаемся всегда мы на столе, когда мы занимаемся, это замечательная книжка, нет-нет, я не промоут, я ходу датру, хотя много с ними работаю, просто когда-то в одном из проектов, в котором я участвовал, кстати, сам привез их из Америки, там какое-то безумное количество 800 штук на самолете и раздавали участникам проекта, в котором я ваш поконный слуга преподавал. Но если мы откроем в этом синим замечательном седу благословение после еды, на 88-й странице, если я не ошибаюсь, сейчас покажу, у вас есть, я уже показывал, это вот такая табличка, это на бавилонских веках вот эту табличку читают два псалма в будние дни, эту табличку, соответственно, то же самое на русском, как и на иврите, читают в праздничные дни или в дни, когда не говорят о ханун, это праздники, шабаты, вторая половина пятницы, рош-ходыш и так далее. И после этого, неважно, будний день или праздничный день, читают вот эти вот несколько супер предложений перед благословением после еды, затем есть предложение, которое звучит на русском, вот удел нечестив с определенным богом наследия, это что бог уготовил ему, моют кончики пальцев, а потом говорят, и ангел сказал, мне вот стол, стоящий в месте присутствия господа. Сори, я читаю на русском, очень плохо звучит, мне само не очень интересно, но это то, что мы читаем до омовения рук псалмы, потом до последнего предложения читаем перед омовением рук, потом моем руки, потом читаем последнее предложение. В особенности псалмы, мы с вами говорили, почему их важно читать, эти два коротких псалма перед благословением после еды, потому что мы с вами обсуждали, и говорит об этом достаточно много перхеобот, о всяких нехороших вещах, с чем сравнивается наша с вами трапеза, за которой не звучат слова Торы, даже если вы грустно кушаете в одиночку, обязательно должны быть слова Торы. Если вы не говорили вслух друг другу или самому себе, или попугаю, или зеркалу, то на всякий случай мы читаем эти псалмы для того, чтобы трапеза не проходила без слов Торы. Это очень важно прочесть, потому что о трапезе без слов Торы говорится очень нехорошая вещь, не хочу повторять и портить настроение с утра всем тем, по крайней мере, кто слушает этот урок в Нью-Йорке. Продолжим дальше. Ваешля смих это на тела леберкат амазон от камышевша. И очень важно приблизить мытье рук к благословению после еды как можно ближе. Что имеется в виду? Имеется в виду между тем, что вы сказали псалмы, сказали предложение, помыли руки, сказали последнее предложение до как такового благословения после еды. Желательно не отвлекаться, а делать это сразу перед самым благословением после еды. Мы поговорим сейчас прямо об этом отрывке, о том, можно ли разговаривать или нет, но, по крайней мере, остается, что промежуток времени между мытьем рук и благословением после еды был как можно короче. Конечно же, сразу возникает вопрос, а если у вас сидит, дай бог, что в ближайшее время была такая возможность, 30 человек у вас дома в гостях на шаббат и всем нужно помыть руки, а помните, мы говорили с вами, что есть такие даже очень богобоязненные женщины, которые тоже моют руки после еды, хотя мы знаем, что тут не связано с шовинизмом, что у женщины нет обязательства мыть руки после еды, а потому что считается, женщины просто аккуратнее, поэтому не так запачкают руки и не является неуважением к благословению после еды говорить с непомытыми женскими руками, это все с женскими руками гораздо проще, чем с мужскими, мужики кушают неаккуратно, поэтому мыть руки обязательно надо перед благословением после еды, но что делать, когда у вас 30 человек или 100 человек, как у нас обычно бывает, там, я не знаю, 80-100 человек сидят в пятницу вечером, есть варианты, сейчас мы о них поговорим, если вы говорите благословение после еды на вино, как мы говорили, что это очень важно, особенно если вы говорите зимун, а в особенности если у вас есть 10 сознательных еврейских мужчин старше 13 лет, хотя старше 13 лет тоже всегда бывает сознательным, но так или иначе они являются частью миньяна, корма, то там говорится зимун, о котором мы поговорим еще в этом разделе, с упоминанием имени Всевышнего, поэтому особо важно говорить на бокал с вином, поэтому мы сначала наливаем бокал с вином, а потом моем руки для того, чтобы этот промежуток был как можно меньше между мытьем рук и благословения после еды. И не делают перерыв между мытьем рук и как таковыми благословениями после еды, ничем, что не связано напрямую с благословением после еды, даже если вдруг вам приспичилось срочно, вам нужно сказать какие-то слова на полтора часа, этого не делают при том, что слова они очень важны, то есть стараются делать как можно меньше промежуток. Но если просто что-то там сказать, пару слов, там, женщина на кухне, нет, не дай бог, какие-то слова, просто сказать, передайте венчер или уберите нож со стола, как вы помните, что нож не должен лежать на столе, по крайней мере открытым в тот момент, когда говорит благословение после еды, максимум 2-3 слова, ничего страшного, можно взболтнуть. А если ты действительно начал читать письмо Татьяны наизусть перед благословением после еды, после омовения рук, то есть долго-долго делал перерыв, нужно заново помыть руки, то есть первое вонтие рук не засчитывается. Но если вы уже взяли в руки говорить благословение после еды, нужно быть очень осторожным и вообще не делать никакого перерыва. То есть с момента, что вы стали взять бокал с вином, что говорите зимун, в этот момент уже нельзя разговаривать, нельзя отвлекаться, нельзя никому не давать никаких ценных указаний и сразу говорить благословение после еды. А митзамен нотель яда здесь нам Шелханоров предлагает определенный лайфхак, как нам справиться с тем, чтобы не было большого перерыва между мытьем руки и благословением после еды, если собралось у вас, дай Бог, в вашем доме на трапезу много людей. Это обязательно шаббат, а может в будний день и так далее. В принципе, тот, кто говорит благословение после еды, то есть ведущий, который благословяет на вино, говорит зимун, а все ему отвечают, это не значит, что читает только один человек, он просто ведет благословение после еды. Все остальные точно так же обязаны читать благословение после еды, а не так, как я иногда слышу в нашей синагоге, я послушаю по радио, как Рабай читает. Нет. Благословение после еды – это не обязанность Рабая, это обязанность каждого употребляющего пищу. Не только Рабай кушает. Я надеюсь, что все кушают точно так же, как и Рабин. Извините, кто слушает из других широт и не понимает странного американского слова Рабай. Имеется в виду Рабин, обычно ведущий бред от Амазон, тот, который говорит благословение. Это не значит, что он один читает слух, все остальные молчат. Нет. Благословение после еды должны говорить все участвующие в трапезе. Но тот, кто ведет благословение после еды, тот, кто говорит как таковой Зимун, он должен мыть руки первой. Но это, давайте я переведу, что здесь написано, а потом посмотрим на всю логику. Тот, кто говорит Зимун, ведущий благословение после еды, моет руки первой. Но если есть больше чем пять человек, которые сидят за столом, сначала должны помыть все остальные люди, а потом первые пять человек, еще дополнительно пять человек, которых тот, кто благословляет, будет один из них. Даже и среди последних пяти человек мой первый, тот, который был с нами после еды. Я понимаю, что в прямом переводе на иврите логика слония ясна, но мы разделяем нашу трапезу на группы из пяти человек. То есть, если у вас по нескольким причинам, в первую очередь потому, что можно просто не хватить воды на всех, чтобы помыть, хотя там нет определенного количества, моют совсем чуть-чуть, но если кто-то был у меня на шабадном, увидите, у меня такая специальная штука, красивая там серебряная с изображением Иерусалима графическим, которая с такой мисочкой, куда ставится эта кружечка, некоторые делают такой, как колодец, есть такие очень красивые, тоже серебряные и необязательно серебряные, там достаточно мало воды. Соответственно, если пять человек моют, в этом маленькой кружечке, которую используют обычно для вот этого омовения рук после еды, может не хватить воды на всех. Поэтому идея в том, что пять человек моют за раз, а потом добавляют просто еще в этот кувшинчик воды. Мы поговорим дальше о том, как правильно мыть руки, что имеется в виду, но если у вас до пяти человек, которые сидят за столом и собираются мыть руки, то первый моет тот, кто говорит благословение после еды, то есть имеется в виду, говорит зиму, тот, который ведущий. Все говорят, первый моет ведущий, а потом все остальные. Если есть больше пяти, то вы развеет 30, 50, 40 и так далее, и у вас одна только мойка на весь стол развивается на группы по пять. И тот, кто моет руки, и тот, кто ведет благословение после еды, моет руки в последней пятерке, и в этой последней пятерке он должен быть первый. Надеюсь, я запутал вас со всеми построениями во время благословения после еды. Во-первых, никто не строится, все сидят. Итак, еще раз повторю. Если благословение после еды вместе говорят пять человек, и все моют руки до того, как говорится, зиму. Зимун, тот, кто говорит зимун, соответственно, ведущий благословения после еды, моет первый, а потом все остальные, два, три, один и так далее, до пяти человек. Если больше пяти человек сидит за столом, то выделяют, скажем так, пять человек, в которых один из них будет благословляющий, ведущий благословения после еды, последнюю пятерку, и потом моют по пять. То есть если у вас сидят десять человек, помыли пять человек, потом моют, и вторая пятерка, в этой второй пятерке тот, кто ведет благословение после еды, должен быть первый. Надеюсь, теперь все понятно. То есть в любом случае между тем, кто помыл, между омовением рук того, кто ведет благословение после еды, и самим благословением после еды, не должно быть больше, чем четыре человека. Соответственно, если вы даже разбиваете всех, кто сидит у вас на столе по группам, по пять человек, и передаете этот кувшинчик, то тогда в последней пятерке первым должен быть тот, кто говорит зимун, кто ведет благословение после еды. Но я сразу скажу, что есть абсолютно другой вариант, как это сделать, и абсолютно не путаться, и не строить ваших мужчин за столом, или наших мужчин за столом по пятеркам. Просто можно дать несколько приборов для омовения рук. Если у вас сидит тридцать человек, дайте шесть штук, если на пять это тридцать, и все быстренько, по-моему, благословение после еды, тогда не будет вопрос, что будет у ведущего молитвы задержка между омовением рук и, как таковым, благословением после еды. Окей, на этом мы сегодня остановимся, потому что я понял, что достаточно запутанного материала, и практически уверен, что у кого-то возникли какие-то вопросы, или кто-то хочет меня покидать тухлыми помидорами. В любом случае, всем огромное спасибо, кто был на Инстаграме. Если у вас есть какие-то вопросы, присылайте в личку, с удовольствием отвечу. Всем хорошего дня, хорошей записи, печати, книгу жизни, что вас печатали, и писали, печатали куда нужно, и вам за это ничего не было. Те же самые пожелания тем, кто был на Фейсбуке. Я остановлю запись.